Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Руку вытянула прямо, знаете, вытянутая рука. Так вот к себе поднесла, так удобней. Лежу в кровати и понимаю, что мне не начать снимать, мне вообще очень трудно встать. Только что смотрела кино, Кизиловый щербет, Виталичка мне выслал. Ребята, у меня даже вчера не было сил посмотреть серию любимого сериала. Просто жесть! Я была такая уставшая! И я так хорошо выспалась. Боже, что мой! Ребята, я вчера заснула в половине одиннадцатого. Я уже отрубилась. В половине одиннадцатого я тортику прислала там в 22, 22 сердечка. Я даже не видела, что он мне ответ написал. Он мне написал, без трех минут двенадцать, спокойно ночью, моя красавица. Я прочитала только утром. Я прочитала утром, когда проснулась, пошла в туалет. Я просто спала потрясающе! Вот просто! Вот просто пал-пропал, как говорится. С утра проснулась уже, сосиску сожрала с хлебом. Вчера вечером я ничего не приготовила, ребята. У меня не было сил. Я съела две сосиски с хлебом и с луком. Все. У меня было так вкусно. Я думала, будешь жарить курицу, потом будешь проветривать квартиру. Думаю, так, что есть в холодильнике поесть? По-быстренькому. Сосиски нашла, сосиски поела. Как вкусно было. Как вкусно! Надо вставать, мои котики, надо вставать. Конечно же, я уже вставала там. Я уже трусы надела. Я уже лифчик надела. Конечно же. Я уже в труселях. На балкон еще не выходила. Мне так нравится, что у меня все чисто. Что у меня посуды нет. Ну, пара ложек. Пара. Практически все. Их надо чистить, ребята. Они у меня... Они у меня... Надо мне сифами их почистить. Мне так нравится. Тарам-пам, парам-пам. Парам-пам, парам-пам, парам-пам. Парам-пам, парам-пам, парам-пам. Но градусов сколько я посмотрела? 26 сейчас. Тут же включила, тут же какое-то объявление. Воскресенье сегодня. Народу мало. Народу мало. Что это такое? Это что такое? Я даже не понимаю, от чего это. Что это такое? Это даже и не пыль. Это от чего может быть такое? И от тряпки не может быть, ну что? Я здесь ничего не протирала. Такие тряпки у меня могут быть, такие пыльные. Не может быть таких даже тряпок. Ты шатюр и дыри. Так, в чем не надо? Мне надо сварить кофе. И может быть сейчас пожарю себе на обед курочку. Куда ведь? Открыла и тут же объявление. Прямо как будто бы меня ждали прям для меня. Я даже вчера не прополоскала купальник. Мне надо сегодня снова идти плавать. А у меня все еще не прополоскал купальник. Ни купальник, ни очки. Потому что очки в соль. Все в соли. Вот волосы уже. Руки пыльные. Вот волосы уже лучше проявляют себя. Не так, как вчера красные были. Вот, ребята, после того, как покрасили... После того, как покрасили, надо так включить, прополоскать. А тхной волосы не мойте сразу. Я не умывалась. Такая ладненькая, да? Такая пухляшка такой. Как маленький, так у нас будто ребенок. Какая же я красоточка, да? Такая я вообще ладненькая. Прямо вообще. Мне кажется, в лучшей форме моральной, физической я не была давным-давно. Та-рам-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам. Такой пухленький пузатик, да? Как я с собой довольна? Очень даже, ребятки, очень. Вчера щетку почистила. Зубочистку не нашла. Почистила иглой. Так. Надо почистить зубки. Надо почистить зубки. Надо сварить кофе. Ребята, подожди, почему я штатив вас не поставила? Эх, ребята, ребята. На ВБ мне еще надо вот сделать заказ. Сумку. Сумку, которую Лена не забрала. Которую я заказала. Секундочку, сейчас я вас надеваю. Так. Сейчас. Сумку, которую я заказала, Лена не забрала. Так, сейчас, секундочку. Купальник прополоскала. И очки уже протерли. Короче, короче, короче. Сейчас скажу. Такая маленькая лаковая сумка. Молния разошлась. Лена ее не стала забирать. С ВБ. То есть, там было... При получении оплаты, она говорит, ну зачем ее забирать? Она не сняла видео. Мне надо точно такую же сумку перезаказать. Там одно отделение, она очень изместительная. Я хочу найти вот замену какой-то вот этой сумки. Ребята, у меня кроме этой сумки ничего больше нет. Нет, там есть. Там сумка, комматация, ребята. Вот три. И вот еще сумки у меня. Вот. Тут тоже сумка. И никакая не глянется. Вот это вот, любо-любо дорого. Сейчас, я хоть вхожу. Голова хоть у меня входит в кадр. А то я могу снялась и знаю, что пол головы. Хм, 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 хм. Угу. 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 Блин, у меня же полотенца нет. У меня же полотенце бросилось в стирку. Угу. Угу. Даже для рук нет полотенца. Ни одного. Это для ног, но уж для ног-то я не буду, да, вытираться. Хе-хе-хе-хе. Так, нужно полотенце взять. Нужно балкон открыть. Если балкон открыть, тапки надеть. Сейчас. Сейчас. Надо хоть белье собрать для приличия. Так. Начинаем новый день. Начинаем новый день. Плавать пойду. Сегодня воскресенье. День рождения. Хотела сюда залезть. Полотенце же здесь лежит. День рождения у тебя. Так, белое полотенце на балконе. Оно сохнет. Это что у меня? Желтое, зеленое. Вот это вот. Там белое. И в стирке серое. Ну давайте вот это вот полотенце. Вот это вот симпатичное полотенце. Вот это вот. Ха-ха-ха-ха. Версач. Хе-хе-хе. Так, а маленькое полотенце для рук. Надо лицо криво намазать. Надо витаминку выпить. Сколько дел, сколько дел. Так, что я побежала сюда? Ага. Наволочка. Вот это вот тоже три наволочки. Вот эти наволочки. Вот три наволочки вот к этой простыне. Вот, еще белое полотенце у меня. Ух, я богатая женщина. Богатая женщина. Так, богатая женщина. Богатая женщина. И зачем я все это делаю с вами? Зачем я хожу с камерой? Вы мне объясните. Ребята, что-то как-то я не подумала. Чего я бегаю в суетчусь? Если бы эта одежда приличная. У меня нет такой одежды. К сожалению, для вашего сожаления. У меня нет такой одежды. Лена сегодня пойдет заберет. Товары с ВБ. Товары, товары, товары. Полотенчика, полотенчика, полотенчика. Глянь, да, как красиво. Текстиль, конечно же, он дает. Тапки у меня домашние, комнатные. Как сказать, я на балкон не хожу, потому что там вылочная подошва. Так, губки намазала. Платье может вот это вот надеть. Да может не надевать ничего. Подождите, ребята. Ждите. Я не хочу сновить костон, потом что-то делать, шустрить. Так, это сюда. А мне надо. Показывайте мне. А красавица я не стесняюсь. Так, я еще заберу волосы. Заберу волосы и буду пить. И варить кофе. Ага. Чтобы выпить, надо еще сварить его. Ребятки, я все еще к соседкам не понесла эти питанцы. Представляете? Все еще. Все еще. Так. Здесь мы сейчас... Так, вот я выровняла камеру. Там вообще хоть не посмотрела. Секунду-то идут. Ага, пишется. Пишется, пишется, пишется. А у кого есть важные дела, сразу же выходите здесь. На моем прямом эфире вы ничего важного не для себя не подчеркнете. Но хорошо проведите время. Ребята, это плюс. Это всегда плюс. Я тот человек, который умею украшать жизнь. Ровно на один раз кофе. Прям, может быть, даже не хватит. Надо молоть. Кофе-то есть. Аня мне привезет кофе из Германии. Я купила кило кофе. Кофе есть. Вот у меня еще почти... Сколько? У меня грамм 700 точно есть. Надо помолоть. Ребятки, у меня же есть мороженое. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно будет, чтобы попить кофе. Так, это... Не это. Да, совсем чуть-чуть на мороженое. Тортик сожрал всю коробочку. Всю коробочку сожрал тортик. Пускай кушает. Приятного аппетита. Он сладкоежка. Он сладкоежка, потому что он еще и меня любит. Так, во вторник у него выходной. Во вторник у него выходной. Завтра я ему на работу. Сегодня, я не знаю, встретимся мы или нет. Не знаю, не знаю, не знаю. Надо до заказать сумку. Вроде бы я все заказала, что хотела. Вроде бы, вроде бы, вроде бы. Что-то, блядь, что волосина где-то. Еще перец. У меня осталась всего лишь одна сигарета. Одна. Вот сейчас надо, нельзя соприкасаться с кофе. Потому что я руки намазала кремом. Он такой ядовитый. Ребята, по поводу этих пластырей на нос. Ну, я бы, знаете, я бы не сказала, что они прям шибко хорошие, но и неплохие. А подождите, я пока тут шустрю. Если я вас поставлю вот сюда, почему я такой ракурс не выбрала? Да, посмотрите. И холодильник, да, захватывает. И холодильник захватывает. Ха-ха-ха. Подожди, а кофемашину? А кофемашину? Вот кофемашину не захватывает. Так, вот так вот. Я сейчас буду молоть, шустрить по хозяйству. О, открываешь? Ах, ах, кофеек. Хватит. В холодильнике есть только мясо, ребята. Овощей вообще нет. Ну, есть картошка и лук. И курочка есть. Кофе я буду пить с мороженым. И вот, наверное, печенье вот это вот возьму. Сюда положила в уплотнение салфетку. Салфетки, да, похожи? Нет, вообще не похожи цвет. Как-то мне казалось, что похожи. Надо купить мне салфетки изумрудные, изумрудного цвета для сервировки. Где такие бы найти? Вот это, конечно же, такой вот цвет какой-то. Сюда положила и накрываю, чтобы они не просырели. В течение было вот этого вот торпу. Две упаковки. Тут я маленько пожрала его. Так, витаминка. У меня чешется вот этот вот рукав. К деньгам. К деньгам. Это правое здороваться. Это к деньгам. Ха-ха-ха-ха. Кайф. Я вам говорила, да, что я зря все таблетки достала из блистера вот из этого и сюда пересыпала. Вообще банка неудобная. Ну уж выдавила, куда деваться. Вообще банка непригодная. Для маленьких таблеток. Для крупных вегаминов, да. Туда эти молочки так неудобно доставать. Так, я сейчас кофе побью. Проснусь. Там битва экстрасенсов идет. Знаете, бывало же, да, такое? Короче, покупаешь бутылку любой, любого калибра. Например, полтора литра или литр, или пять литров. И вот тут вот, вот эта вот штука с пробкой спальная. Вот, точно такая же была. Я крутила, крутила, крутила ее, потом поменяла, другую достала. Тут тортик был. Я говорю, ну как это открой. И он ножом вот это вот разрезал. Мой малыш еще, знаете, что отрегулировал? Он отрегулировал двери в душевую кабину. Тахер делал болтики в прошлый раз. И то ли он ее посадил неправильно, то ли ее со временем повело. Короче, у меня дверь внизу вот настолько не прижималась. Оказывается, нет, наверное, она была, наверное, она была такая, я сама ее разболтала. Вот этот крючок, который пластиковый у меня висит на душевой кабине, на которой коврик для ног, вот этот вот крючок, он, видимо, разболтал. Из-за нее плотно дверь. Он так висит? Плотно дверь не прижималась. Вот. И тортик снял этот крючок, что-то там покрутил, и сейчас у меня дверь плотно. Вот так вот. Как же прекрасно. Ах! Я же даже еще никуда не выходила. Дверь раскрутила, дверь раскрутила, дверь раскрутила. Ла-ла-ла. Так. Музыка! У меня скоро будет музыка! Не Виталийска. Подключил меня к Яндексу. Не Яндекс Б, по-моему, кинопоезд на Яндексу. Я там в Кирилле. Короче, Алена мне привезет Алису. Это помощница по хозяйству Алису. И, короче, я буду, например, говорить о какой-нибудь песке заказывать. Например, Полина Грагарина. И так у меня поет «Миллионы голосов». Или, например, я говорю «Дима Билан! Начинаю хулиган!» И у меня там все пойдет. Кайф вообще! Кайф, кайф, кайф! Так. Сейчас я перейду. Промедите? Слушайте, газ-то жирная, я все понимаю. Ну, такая плотная, я. Пускай помельче. Делай. У меня нельзя так жрать холодильник. Лимоны. Ну, как лично. Сейчас покажу. Сгушенное молоко, соевый соус, коньяк, шампанское. Соевый соус, вот еще какой-то соус. Шоколадки, соус песто, хумус, паста оливковая, которая ни к черту не годная, лососевая икра, горчица, крем, яйца, масло, хлебушек здесь, холва, йогурт, конфеты, виноград, оливки, шоколадная паста, пастила, курица, картошка, лук, морковь, лимоны, там еще сгущенное молоко, пиво, здесь рыба сухая, масло. Так, все. Давай еще, блядь, перегрейся. Ребятки, а что там по мне? Ты скоро нет сваришься, блядь. Долго тебя еще ждать? Ребятки, а может быть не бутерброди с красной икоркой? Да? Что я, блядь, плохо живу, что ли? Не могу себе позволить. Как не могу? А что это у меня загнулось? Камера-то, я домотала ее, у меня камера-то загнулась. Так, надо посмотреть срок годности. До 01.25. До 07.25. Да? 10.07.25. Ну, это же с ругодностью на балке. 25, да. Так, вот это вот возьмем, который до 01. Так, масло. И у меня хлебушек есть. Только когда приезжали, когда мы рыбу-то кушали, купил хлеб и карни. Ребята, сидите, как хлеб прикрут. Это внутри вот такой хлеб полый. Как будто бы мыши, да, съели. Вот такой вот хлеб. Представляете? Сверху там, который поближе, поменьше дырит, но тоже есть. Вот такой вот хлеб. Что там, кофеек? Сейчас мы оформим себе. Кофе у меня на завтра. На завтра, на последующие дни. У меня даже посередине ложек-то маленьких. Ну, начнем с того, что у меня маленькие ложки всего лишь три. Всего лишь три. Что-то говорю тут слюни, да? Так вот еще одна больная. Большую будем ложкой есть икру нам, че. Так, кофе практически, 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 практически. Сейчас все сделаем. Сейчас все оформим. Пойдем на балкон. Мы там есть еще одна. Еще мороженое. Тут совсем остатки, но они сладкие, как говорится. И у меня там еще есть одна сигарета. Вот такое вот утро. Позднее воскресное. У меня вообще, знаете, ранних утров сейчас и не бывает. Я вообще не знаю, для чего. А для чего тогда, да? Для чего тогда все это, если вставать в 80 утра? Зачем? Вот зачем? Затем, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Кто рано встает, тому Бог дает. Есть такая, да, пословица? А кому Бог уже дал? Ну, кому Бог уже дал? И красоты, и ума, и с Божьего позволения богатство. Ну? А кому Бог уже дал? Что делать кем? Ой. Так, так, так. У меня телефон подзарядится, и я, и я, и я, и я закажу эту сумку. Лена говорит, по качеству это не что, говорит, а вот молния. Ну, молния-то в целом, в принципе, на качество нужно смотреть. Вот молния-то как-то такая. Хлебушек немножко... Да нет уж, я бы не сказала, что он... Как его? Кофе. Наливаю. 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 До последней капли все. Сюда выберу. Вы думаете, вот в этом вот стакане для анализов что, ребята? В этом стакане для анализов оливковое масло. Я на нем жарила рыбу, ребята. Я его слила со сковородки. Во-первых, я такая... Когда я начала мыть сковородку... Смотрите. Идет там, блядь, записи линии. Идет, ага, идет. Когда я начала мыть сковородку, смотрю, сколько масла. Думаю, что я его выливаю? Ну, реально, ну, что я его выливаю? Я, короче, взяла вот такое вот маленькое сито. В стакан со сковородки прямо. Все без корлушек, вот без этих вот. Ребята, знаете, что оно даже не пахнет? Оно даже рыбой не пахнет. У меня очень острый нюх. Очень тонкий. Оно же рыбой не пахнет. Ну, естественно, я его для рыбы сделаю. В ближайшее время, когда... Это вредно или нет? Ну, я помню, у меня мама раньше так делала. Там, например, когда пирожки жаришь во фритюре, и у меня мама так делала. Один раз, один раз пожаренная, вот рыбу буду, например, в ближайшие дни жарить, а почему не израсходовать? Ну, а почему не израсходовать? Конечно же, курицу на нем жарить не буду. Это, конечно. А рыбу, оливковое масло, такая, блядь, дорожись. А почему бы не израсходовать? Я его пролила, процедила исключительно. Исключительно. Так, клянусь, она мне где-то пойдет на ВБ в два где-то. Она будет получать шторы, тортику в комнату. Шторы. У меня видео за вчерашний день не опубликованное. Так, не опубликованное. Я люблю масло. Кто-то скажет, вредно, кто-то скажет, калорийно, холестерин. В сливочном масле есть холестерин, да? Или это в маргаринах холестерин? Ребят, я не особо, знаете, не особо понимаю вот это вот все. Я не за здоровое питание. Ребят, я за вкусное питание. Ну, сколько той жизни, а? Ну, перестаньте уже, девочки, жить какими-то иллюзиями, что вы толстеете от масла. Ну, нет, конечно, нет, конечно. Живите в свое удовольствие. Просто живите в свое удовольствие. Хуйню не занимайтесь. Не надо сидеть ни на каких диетах. Ну, конечно, продукты лучше, чтобы они были качественные. Было бы классно купить рыбу и там икра. Это вот мы с Артемом ходили в магазин. Так, почему сейчас до 10 раз надо это все опять уносить? Вот, смотрите. Просто даже тарелку возьму. Мы с Артемом ходили в магазин в Мидер, туда, в дальний, в оба которой. И там, короче, рыба продается, а турки не особо ценят икру. И икра. В нашей рыбе, которую мы покупали, там не было икры. Но в соседской рыбе пока... Нет, 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 в нашей была тоже икра. В нашей была, но ее было мало. Как-то ее было мало. И, короче, нам отдали икру у предыдущей рыбы. Да, нам отдали эту икру. И мы ее забрали, мы ее посолили. В домашних условиях, что-то там Артем ее мыл, промывал, пленочки снимал. Я вспомню, у меня мама в детстве тоже, как бы, так, ложка. У меня мама в детстве тоже такое, раньше было. Раньше, когда покупаешь горбушу, часто очень было такое, что попадается икра. Потом, конечно же, там с учетом цен, это мангоксы. Так устарела, душа радует, Наташа не подарила. С учетом цен, конечно же, там уже такие дельцы начали все уже доставать икру, солить сами. Так, ребята, это мне нужно вынести на балкон. Конечно же, я одной рукой не смогу это все сделать. Ладно, я не буду ходить в тапках. Тапки белее не становятся, я их мою в машинке, а они все равно какие-то темные. Купальник встекает, я уж в купальнике должна мыться. Моя Лолочка, моя девочка. Так, ждите. Слушайте пока, Айза. Так, ждите, ждите, ждите. Сейчас там у меня еще мороженое. Вот она я, твоя роковая ошибка. Вот она я, твоя роковая ошибка. Мой малышок сейчас будет молиться. Потом, может быть, плавать пойдет. Потом ему еще нужно решить вопрос с машинкой за стиральной. Я ему говорю, я посмотрела видео в интернете. Ну, машинка-то ржавеет. Я говорю, две таблетки от посудомоечной машинки. Короче, девочки, у кого барабан нужно почистить. Две, вспоминайте рецепт, я вам серьезно. Две таблетки от посудомоечной машинки. Бросайте не в лоток, где это, а бросайте в барабан. И, короче, запускаете стирку на самой максимальной температуре, длинную. После этого вы открываете лоток, открываете барабан и все хорошо просушиваете. Вообще всегда нужно просушивать. Конечно, у тортика она заплесневила. Конечно. Машинка-то новая. Мы примерно начали пользоваться в одно и время. О, мороженое прекрасное. С каймаком. Фредо Винни Голл. Каймак. Перестала покупать вот эти вот с наполнителями. Раньше взяла. Иногда хочется, но я делаю сама. Пикмес наливаю, либо с халвой делаю. Шоколад труб. У меня есть наполнители, мне не хочется пока. Потом, когда все закончится, может быть, опять возьму. Пока хочу только пломбир. Так вот, мы с тортиком начали пользоваться машинкой одновременно. А, так вот, у него она уже вышла из строя. У меня стирает превосходно. Так, что я хочу сказать? Сюда поставлю, чтобы не мешала. Потом еще внизу, у меня правый нижний угол, есть такое круглое, круглая штука. Типа как не слив, открываешь, там есть такой клапан, выворачиваешь. Как на бензобаке, вот что-то похожее. Вот такой вот клапан откручиваешь. Оттуда примерно выльется 300-400 миллилитров воды. В этом же отсеке могут быть монеты. Там вы в карманах забывали монеты. Либо, может, какие-то пуговички, либо там скрепки. Там отливчика бывают такие. Там тоже можете все достать. И там все просушите. Все просушите, я думаю, что поможет. Спасибо, если вам, пишите, спасибо, если вам рецепт мой помог. Попробуйте, попробуйте. Ну, конечно, лучше до этого не допускать. Конечно. Вкусно. Так вкусно жить. Когда есть пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет сбил обкрылым крылом. Что взлетает, оставляет за собой лишний. Короче, тут такое было дело. Надо ладить. Кружил самолет. Очень долго он сбрасывал топливо. У нас на Неве были такие круги. И писали. И писали в пабликах, что самолет сбрасывает топливо. Какая-то аварийная посадка была заброшена в аэропорту Газипаша. Какие белые-белые полосы. Я лично видела эти полосы. Но самолет не видела. Ммм. Отсохло. Где связала-то? Отсохло. Что-то было интересно. Такое что-то пыльное. Моя Лолочка. Вот листики тут надо срезать. Я все хочу срезать, и все никак не это. Моя Лолочка. Моя девочка. Достаточно политая. Завтра буду поливать. Каждый день не поливаю. Вы что? Ммм. Тепло, прекрасная погода. Я в Турции живу. Ну, прямо время-то не раннее утро, конечно. Время-то уже к обеду. Время близится к обеду для тех, кто работает в бюджетной сфере, у кого обед начинается с половины первого. Примерно такое время. Но часа еще нет. Можно по Азану знать. Чтобы знать расписание Азана. На конкретный день съемки. Прямо конкретный день съемки. Снимаю в воскресенье. Я думаю, что сегодня 26-ое. Или 27-ое. Я могу ошибаться, я не знаю. А тебе. 2024-ый. В это время как Азан дневной. Вот это столько время. Прекрасные ногти. Господи, не одна сигарета. Одна сигарета буду в пачку. Потом еще перенечу выбрасывать. Это вытряхать. Буду в пачку. Блядь. Выспался. Табак выспался. Кем? Крам-каблю. Еще надо будет купить сигарету. Я не знаю, Иришка моя курит или нет. Да тоже так же, может, за компанию. Постоянно-то, конечно, нет. С девчонками, когда побухать, покутить, то да. Плавать пойду так же, как вчера, примерно в это же время. Часа, наверное, в 4. В 3 полчетвертого буду из дома выходить. Пойду не спеша. То есть, это и 10. Никого нет на улице. Я думаю, кто-то вышел. Ни фига. Тень. С балкона, видимо, кто-то хлопает что-то. Думаю, что еще. Привлекло внимание. Редко проезжающие машины. Ну, это воскресенье, что ты хочешь. Только я сказала, что никого нет. Молодой мужчина. В черной футболке, в черных джинсах. Сумка висит вот такая вот. С длинным ремнем. Тут вот в районе талии сумка висит. Так вот, такой походкой прошелся. Со спортивной сумкой, я думаю, что найти, может, идет... Там у меня школа бокса. Там школа бокса? Может, оттуда. Это ленточка. 37 лир стоит вроде бы. Эти. Крыщи. Они ничего не дают. Убрала красные подушки, занесла. Жарко. Пока не надо. Садишься на эту подушку, ты, во-первых, выше становишься. Такая тетя-мотя. Елка-касая растет. Машина белая едет. Отель-то закрылся. Ребята, отель-то, похоже, закрылся. Оксана же мне сказала, моя соседка, что этот отель закрывается в какое-то определенное время. Он говорит, до 25 октября работал. Ребята, вот он и закрылся. Вот он и закрылся. Все. Ни на одном балконе, ни одного полотенца. И заборчик, он закрылся. И там торговая точка была внутри. Там продавали круги. Там что-то тоже. Все закрылось. Все. Закрылось. Сейчас вам покажу. Блядь, подскользнулся еще. Идите, да? Закрылся. Но моцики, которые стоят... Блядь, это откроется когда-нибудь хамам или не откроется? Не знаю. Вот агентство недвижимости вот это вот было. Инвестмент какой-то может быть застройщик. Все, ребята, все, все, все. Пустые улицы. Все. Аланья. Люди еще, может, какие-то надежды кешут. Но в Анкаре, вот я вам сейчас скажу. Бывший министр иностранных дел Мивлюд Чалушуглу. Я не... Мивлюд. У него есть доля в Аланья Спор. Наша футбольная команда. Местная, Аланья. И он был министр Турции по туризму. Вроде бы он от партии, от этой, от президентской. Он родом из Аланья. И он всегда, всегда приезжает в Аланью. Всегда. У него, видимо, тут родственники живут. И он всегда встречается с мэром. Туда вот Мивлюту. Он раньше как-то пытался взаимодействовать. И регион развивался. А сейчас он вроде бы ушел с этой ставки. Мивлюд Чалушуглу. Он, короче, из Аланья. Вот. Это официальная инфа. Если не будет туристов... Все. Аланья превратится в деревню. Может, ВНЖ начнутся выдавать. Ну, у меня, слава богу, у меня проблем нет. У меня ВНЖ не первичная, это раз. А уже третичная. Сухая прям, корка. Был пакет открытый вот так вот. Все просохло. Когда уже все засохло, я потом закрыла его. Она еще ставила хлеб на столе с открытым пакетом. Такие булочки были вкусные. Пасты шоколадные. Ну, короче, вот такие дела. Мне бы еще сигаретку. Сигаретки больше нет. Мне бы еще сигаретку. Оранжевый лепесток сломанный. Бля, как жалко. Смотрите. Видите, да? Отколотый. Где-то он валялся. Где-то я его подняла. Вот и с пачки высыпалась. И крошка, блядь, моя. Надо протереть все. Все. Наверное, выбросил этот лепесток. Лети, лети, лепесток. Через запад на восток. Возвращайся и сделай круг. Будь по-моему вели. Я не знаю. С Божьей помощью у меня всегда все получается. Вот то, что я хочу, у меня всегда все получается. Господи, большое спасибо за это. Аллах благодарю. Господи, большое спасибо. Всех богов благодарю. Всегда. Всегда. У меня такое вообще. Неотъемлемая часть моей жизни – это благодарность Всевышнему. К нашему Создателю. Я сейчас не лукавлю. Вот за Лолочку тоже благодарю. Моя девочка. Моя припевочка. Моя ладненькая. Точно такая же, как мать. Я. Все же я принесу этот. Как его ножницы. Сейчас мы почистим ее. Жак, я еще телефон возьму. Подождите. Ленуся, дорогая моя. Привет, доброе утро. Аленка прислала мне видео, что она сидит, пьет кофе. У нее тост, кусок торта. Леночка, у меня была икорка. Я тут тебя послушала. У меня была икорка. Ты тоже так накануне делала. Маслица, кофе, остатки мороженого, остатки сладкие. Ленуся, доброе утро. Ленка Забинкова, она прислала мне видео. Видео, что она кушает. А, я что хочу сказать. Подождите. Уже сухенькая. Все, моя луточка. Все, моя сладенькая. Этот листик. Все. Вроде бы есть только у вас, как бы сказать, у самого начала, но я их не буду срезать. Если потом эти листочки испортятся, то потом. Так, мне надо сделать заказ. Вроде бы уже все то, что я заказала на ВВ, Иришка получит во вторник. Знаете, что вы? Напишите, девочки, кто по Яндексу. С вами, что ли? А, на Нижнюю улицу они поехали. И они выехали оттуда и туда поехали. Не ко мне. Блин. Короче. Девочки, вот-вот-вот, я вернулась к Валдберис. Скажите, про Валдберис. Короче, я делала заказы на два пункта выдачи. И у меня был один код для получения. Я Иришке сбрасывала и Лене. А потом смотрю, код-то одинаковый. Разве один код выдачи или я что-то не то сбрасывала? Иришка мне написала, говорит, нет, Иночка, ты мне во вторник скажешь, код. Она говорит, я сегодня не могу пойти. У меня работа, это. Как-то у меня как-то один код был. Вот сумку я хочу маленькую заказать. Какие-то перчатки тут. Что у меня в рекомендованных? Подобрали для вас. Снут. Снут я уже тортику забрали, снут. На мотоцикле ездить. Подожди, сумка женская. Она была когда очень дешевая. Так, фильтры. Завтра, послезавтра цена. Так, цена. Она такая лаковая была. И вот лодочкой. И такой ремешок, и вроде бы еще такой есть. Сейчас. Сейчас постараюсь найти именно ее. Я не могу сказать. Она отказанная, я ее не могу увидеть. Я не понимаю, что в этих приложениях. Как-то ее можно найти? Я же ее ранее смотрела, я же ее заказывала. Вот сумка. Ребятки, ну вот эта вот база. Посмотрите. Вот такую, да, сумочку? Хорошо смотрится? Вам видно? Подождите. Вот сейчас преувеличу. Вот. Видно? Классно? Вот такую хочу. Вот. Вот так было носить. Классно? А тут была точно такая же форма, но лаковая. Так, в корзину. А тут еще в коричневом цвете есть. В коричневом цвете смотрите как говно. Да? Ну, что такое? Что такое? Какой-то коричнево-оранжевый цвет. Нет, ну это не то. Не то пальто. А, вот так вот можно открывать. Подождите. Вот. Значит, тут видео. Вот такую сумку. Кайф. Так вот я уже положила в сумку. А я постараюсь именно вот эту вот лаковую найти. Именно ее я хочу. Она мне так приглянулась. Она не очень приглянулась. А сейчас категорию ценобою просто написала. Это что за сумка Louis Vuitton? А ну, гляньте. А ну, а ну. Такая, да? До 15 килограмм. Шоппер. Вместительная, удобная сумка для покупок. Входит А4. Объем 15 литров. Ахаха-ха-ха. В литрах. Без вреда для окружающей среды. Эко-замена пластиковым пакетом. Так, это давайте. Не надо никаких сумок. У меня есть такие красные. Мне Вадим принес, подарил. Так. Сумка. К сумке идет кошелек. Лаковая сумка. Все, ребята. Их уже распродали. Видимо, люди хватали. Ребята, все. Ну-ка, подожди. Если я напишу сумка женская лаковая. Лаковая. Да не ласковая, а лаковая. 1382. Но та была дешевле. За 2380. 1442. 3 947. Такое, типа, как сундучок. Ну, тут форма такая, типа, А4 плоская, мне не нужна. Ребята, ну, вот похоже дело, сумка моей мечты. Похоже дело, да, вот точно по форме, точно такая же, как моя вот эта вот малышка, с которой я хожу. А, нет, а, нет, а, у меня тоже на задней, у меня боковой карман есть. И пухленькая, 15 сантиметров, 9 и 22. Вот, ребята, да, когда похоже дело, она. Ну, как, не то, чтобы она, какая фирма? Наревина. Наревина какая-то. Ну-ка, что там по отзывам? 4,8. 7 вопросов. Ну, хочу писать. Подскажите, когда будет в наличии артикл. Добрый день, к сожалению, данный товар закончился. Сумку вернула, цвет не подошел. А деньги почему не возвращаете? Так, вернула сумку, не подошел цвет. Одну и ту же, что ли? А, ну, 7 октября одна и та же сумма, что ли, цела? Добрый день, в конце месяца будет в наличии. Так. Да, длинная ручка есть в комплекте. Длина 130 сантиметров. Ребята, вот сумка. Вот еще такая пухленькая, тоже на длинные ручки. Ну, какие-то, больно круглая, да, такая? Сама круглая, сумка круглая. Такая, да? Нет, это как полукруг, нет. Еще эта клепка. Эта клепка по-любому износится у меня тут же, в этот же день сломается. Ну, уж я-то ли не знаю. Я-то уж не... Мне хоть че? 1199 красная. А где та сумка, которую я смотрела? Нету, ребята? Да твою ж мать. Ну, как так-то, а? Сумка женская лаковая. Вот она, вот она, 61% скидки. Ребята. Сейчас видео включится. Вот. Вам видно? Вот она. И молния была сломана у нее культеньке. Вот одно отделение, все, как мне надо. Я не вижу просто, что он показывает. Мне самой тоже надо смотреть. Вот она, сумка. Ну-ка. Лена говорит, она так-то приятненько в руке. Вот эту. Сумка маленькая, через плечо. Черный кожзам, эко-кожа. Количество отделений одно. Без подкладки. Как без подкладки? Кожаная, глянцевая, лаковая, без кармана. На плечо, на руку, молния. Длина плечевого ремня 44. Крокодиловая кожа. Китай, 130 граммов. Что-то как без подкладки? Как там, блядь, внутри? Ну нет, без подкладки мне не надо. Хорошо, что Ленка ее не забрала. А вот еще. Примерно этой же формы. Ну-ка. Ну вот. Вот такую сумку хочу. Я просто представила. Там одно отделение. У меня все будет и телефон, и ключи. Вот. Да? Кайф? Посмотрите. Ну не особо-то, блядь, у нее что-то и вошло. Ну вот что у него, что портмоне, пудра. У меня пудр нет, у меня два телефона, паспорт. Паспорт тоже с собой не нашел. Ну, короче, все необходимое войдет. Да? Вот надо такую взять. Короче, ребята, все, я все выпила, все съела. У меня надо будет и плавать. Все, давайте. Пока, мои котики. Дать, не надо тут с вами. Тут фоне-моне разводить. Мне, тем более, даже сигаретки нет. Я бы так сидела, бы болтала, курила, даже сигаретки больше нет. Все. Биттое. Закончилось. Все, давайте. До новых встреч. Прислала мне видео. Там нет ничего запретного. Тост на нее. Торт. Вернее, надо вкусно начинать день. Икорка тут у нее. Ты уже покусила? Любовь моя. Повтори, у меня икорка не доедет. У меня тоже икорка есть. Хлебушек. Какой приятный все-таки у меня бонус. Вчера тортик опять достался. Ой, какие они вкусные. Вообще мне не угодишь со сладким, потому что мама нет. Мама обычно кушает. Мама нет. Буду кушать я тортик. Как? Я бы тоже поела. Украсывать что ли раз. Угощают. Обламывается. Иночка, ты покушала? Покушала, покушала. Инночка, Инночка. Начинаем утро вкусно. Да, начинаем утро вкусно. Кушайте.